Сегодня 2 августа, вторник. Смотрите выпуски телеканала АСА. Аченко показала необычное блюдо, которым кормят в детской больнице. Это что-то еще? Это суп молочный. А в больнице говорят, что у них не ресторан. Вице-мэр Олег Корзик уходит в отставку. Невыполненными у него останутся сотни поручений мэра Тетенкова. Дачники из Мичуринца обеспокоены буреломом рядом с участками. Ветки и деревья сюда свозят со всего города. Вывозят строительный мусор, вывозят такой мусор, вывозят шины. В Игинском начался сбор смородины. Расскажем, как полакомиться и заработать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Конец цитаты. Накануне Александр Третьяков в мэрии Рассказал о ситуации в детской медицине Дефицит кадровый он сохраняется Проблема существует И по ряду направлений она остается От 33% укомплектованность До 60-70% В среднем по учреждению 51% Внутренние проблемы Требуется проведение реконструкции отделений Детского хирургического профиля С операционным блоком Капитальный ремонт здания женской консультации Ну и требуется до оснащения И переоснащения ряда отделений подразделений Хорошие новости в детской медицине Все же есть Детское кожевое отделение Переедет в новое помещение Скоро там начнется ремонт А новоселье планируется В середине следующего года Наталья Сусанина Александр Сиделев Телеканал ОСА Первый вагон сошел с рельсов В высшем эшелоне Ачинской власти Начались отставки Вице-мэр по ЖКХ Олег Корзик Написал заявление по собственному желанию Последний рабочий день в мэрии у него 12 августа Новости ОСА получили короткий комментарий Ну скажите мне Почему решение такое приняли? Мои решения приняли Так Ну Я опаздываю Психологическая нагрузка или количество поручений? А дальше куда? Не знаю Так, идем на совещание По подготовке к зиме В должности вице-мэра по ЖКХ Олег Корзик Пробыл почти полтора года В Ачинской мэрии у него сложная карьера в несколько заходов Он служил в команде Илая Ахметова Уходил и возвращался Затем новый виток при Александре Токареве С Игорем Тетенковым Корзик отработал чуть больше месяца За это время мэр надавал своему заму сотню поручений Большая часть из которых останется невыполненными А некоторые возможно и невыполнимыми Кто займет его место официально пока не озвучивалось Днем раньше мэрию покинул директор Центра обеспечения жизнедеятельности Юрий Сидоров На эту должность Тетенков позвал красноярца Игоря Цедрика Очевидно, будут еще перемены Вывозят все Вывозят строительный мусор Вывозят такой мусор Вывозят шины Ольга живет в садовом обществе Мичуринец уже не первый год Говорит, такой полигон появился давно Мало того, что зимой весняк с городских дорог вывозят к ним Тут находится одна из площадок для временного складирования снега Так еще и вывозят хлам разносортный По словам Ольги, этот листоповал начали завозить после прошлогодней массовой обрезки и выкорчевки деревьев Весной приезжаем, растаивает снег, а там картина маслом, как говорится Все, что хотите есть Все в этих свалках Городской полигон возле вас, да? Да, да, да Это еще как-то ничего было, но когда вывезли вот это, когда начало все гореть А у нас вон там под станции, вот жилой дом Здесь вот у нас тоже начинаются уже участки И там тоже дома у нас стоят И вот представьте себе, если бы мы вовремя не вызвали пожарников Представляете, что здесь было бы Эти фотографии были сделаны весной этого года Ольга говорит, что часто приходится прогуливаться в сторону полигона Особенно летом, когда вокруг сухостой А еще в жару запах стоит, что открыть окна нельзя Куда только женщина не обращалась, рассказывает Земля под полигон муниципальная Следить некому Одни гадят, другие страдают Если мэрия не предпримет никаких мер, разрастется эта свалка на десятки метров Сигнал передали в Центр обеспечения жизнедеятельности Обещали отреагировать и принять меры Анна Ахметова, Алексей Любезнов, Телеканал ОСА Продается трехэтажное нежилое здание площадью более 5,5 тысяч квадратных метров В городе Ачинске на промплощадке «Русал-Ачинск» Асфальтированная дорога от шоссе Стартовая стоимость 14 миллионов 900 тысяч рублей с НДС Вся контактная информация на экране На пятом этаже в здании коммерческого назначения Сдается помещение под любой вид деятельности Общая площадь 800 квадратных метров Лифт, два входа, большая парковка Обращаться по телефону 8-983-575-46-66 Компания Синт представляет тариф интернет плюс телевидение 150 мегабит в секунду Более 100 каналов в высоком качестве Неограниченный просмотр любимого видеоконтента на YouTube и Иви И это всего за 650 рублей в месяц Подробности тарифа узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56-00 Продается столовая заготовочная на 100 мест Более 1000 квадратных метров в городе Ачинске на промплощадке «Русал-Ачинск» Асфальтированная дорога от шоссе Стартовая стоимость 3 миллиона 200 тысяч рублей с НДС Вся контактная информация на экране Я ее начну с ленту протягивать Это ничь «Русал-Эть» Продолжение следует... 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 Окей. Чудная семья. Познакомлю и вас с ними. А сейчас у них фитнес на траве. Посчитаемся. Татьяна. Диана. Скажи, Филипп. Молодец. Сияна. Алиса. Алиса. Приготовьтесь к позитиву в пятой степени. Семья Бардиных многодетной стала в Ачинске. Супруги Татьяна и Андрей переехали сюда с двумя старшими девчонками. Решили не останавливаться. Тра-та-та, тра-та-та, мы поехали кататься. Сделали троих, а потом смотрим. Так где трое там? И четверо. Тем более по парам могут разбиться, играть вместе. Не будет третий лишний в каких-то играх. И родили четвертого, чтобы они по парам разбились. Пока мы думали, он сам появился. С такой разницей нет. И почему-то не Майя, а Филипп вышел. Мир стал совершенно другой. Как будто двумя глазами стали смотреть на мир. И вот мировоззрение это же поменялось. В общем, мальчики это совсем другое. Мне раньше все говорили, я не понимала, что другое. А теперь понимаю. Как бы да, надо и мальчики, и девочки, чтобы были в семье. Татьяна говорит, ей хиромантия предсказала, что будет пятеро детей. Старшей Диане одиннадцать, младшему Филиппу четыре. Как в настоящей команде всех друг за дружку. В ответе. Самая спокойная из Сияна. Филька такой веселенький, милый. С Алистой любит в машинки поиграть. А Алиста у нас вообще вся такая, Шкода такая. С детства все время. Характер такой. Татьяна экономист по образованию, но сама себя называет семейным таксистом. Всех нужно развивать. Вот мама и рулит. Целый день. Весь день я как таксист езжу их развожу. С одного места в другое у них у всех разные смены в школе. Разные смены на гимнастике. Кого-то в садик после гимнастики. Кого-то со школы забрать на гимнастику везти. То есть весь день за рулем туда-сюда. В перерывах занимаюсь остальными делами. Бизнесом, покупками и прочими делами. Танцы, хор, гимнастика. Девочки у Бардиных занимались всем сразу. Когда поняли, что все не успеть, выбрали спорт. Татьяна, Андрей и веселая пятерка победили и в региональном конкурсе «Семья года». Диву даешься, как хватает времени и сил. И понимаешь, в дружной и любящей семье все вместе. Дела и отдых. Какую кастрюлю варит? Покажи. Шестилитровую. Татьяна, покажи, какую кастрюлю мама варит. Сегодня мы будем готовить борщ. Где-то вот такая. Где-то вот такая. Как быть мамой кучи детей. Татьяна написала интернет-книгу. Так и называется «Первый год с погодками. Инструкция по выживанию». Все хитрости или, как теперь говорят лайфхаки, проверены на собственном опыте. Во время съемок и мы убедились, методы воспитания по Бардиным работают. «Клянемся. Клянемся. Убрать дома свои вещи и прибраться в своих шкафах. Клянемся. Только тогда получите мороженое. Клянемся». «Решила, напишу-ка я книгу и буду всех посылать на эту страничку с книгой, где все подробно есть. Там лайфхаки по жизни с детьми, как уделяться, успевать время себе и с детьми заниматься, готовить их к школе при этом. В садик у меня старшие трое, ну это в четыре пошла, почти что трое вот не ходили. Я занималась с ними дома сама, готовила к школе. Поэтому они уже 5-6 лет читали, как, чтобы не было ревности, там, всякие разные способы. Способы одновременной прогулки со всеми детьми, чтобы их не растерять». У автора этой инструкции было еще трое, а сейчас есть продолжение и в «Детях», и в «Черновиках». Но до второй книги пока руки не доходят, говорит Татьяна. Возможно, еще придет время, когда появятся внуки. «Девчонки не обижают? Ну а братика надо? Братика надо?» Ну, короче, внуков 12 у меня будет, а то и 20. Наталья Сусанина, Александр Сиделев, Телеканал ОСА. «Девчонки не обижают?» «Девчонки не обижают?»